Российский ЦУФС предотвратил массовую резню между сирийцами и друзами в Эс-Сувейде. Столкновение вооруженных банд, взаимные обвинения и кампании по дискредитации, с чем приходится бороться российским специалистам для нормализации ситуации на юге Сирии. Почему участие РФ необходимо для обеспечения мира в арабской стране, Федеральному агентству новостей объяснил военный эксперт Игорь Короченко. Источник Федерального агентства новостей в сирийской арабской армии сообщил о перестрелке между бойцами бригады Аль-Ауди и банд-группой Ехья Ан-Наджина на юге провинции Сувейда. Недалеко от населенного пункта Аль-Курая. Как отмечается, перестрелка, которая произошла 27 марта 2020 года, привлекла внимание народного ополчения друзов из ближайшего населенного пункта, вынудив их отправиться на место инцидента. Однако из-за неразберихи, друзы атаковали людей Аль-Ауди. В результате были убиты семь человек, несколько ранено, а также двое друзов оказались в плену. Остановить эскалацию конфликта в южных сирийских провинциях вызвались представители Российского центра по примирению враждующих сторон совместно с Первым сирийским армейским корпусом. В результате переговоров, устроенных при посредничестве российских специалистов, удалось наладить контакт между сторонами конфликта, добиться возвращения заложников и тел убитых, а также прекращения работы наблюдательного поста группы Аль-Ауди близ населенного пункта Аль-Курая. Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Короченко в беседе с ФАН разъяснил важность участия российских специалистов при разрешении конфликтных ситуаций в Сирии. Российское военное командование в Сирии действует из складывающейся ситуации, которая непростая и сложная. Поэтому все действия направлены на обеспечение стабильности и мира, с целью дать возможность нормальному развитию провинций, которые перешли под контроль официальных властей страны. Эта деятельность была и остается главной задачей России, замечает Игорь Короченко. Неудачная попытка дискредитации. Стоит обратить внимание, что несмотря на успешность переговоров, представителей друзов решили попытаться дискредитировать миротворческую работу России в Сирии. В частности, проживающий в Палестине шейх друзов Мукфита Арифа и проживающий в Германии Масхихур Хашо запустили в социальных сетях информационную кампанию, в которой пытались убедить общественность в планах РФ поддерживать суницкое население провинции Дара в борьбе против друзов. Также в сети были опубликованы кадры похищенных жителей провинции Дара, которых пытали и держат в заложниках. При этом записи содержали обвинения в адресбанд провинции Эс-Сувейда. Несмотря на то, что все старейшины и шейхи осудили кадры и объявили о непричастности, среди местных жителей на юге Сирии начали споры и взаимные обвинения. Различные этнические и религиозные группы, как и террористические организации, занимаются провокациями и ведут информационную войну, преследуя реализацию своих интересов, которые расходятся с позицией официального правительства. И российское военное командование учитывает это, чтобы наводить порядок, разъясняет события собеседник ФАН. Пресечь дальнейшую эскалацию конфликта и остановить дискредитационную кампанию удалось российскому ЦУФС, который провел 7 апреля совместную встречу с шейхами друзов, опровергнув слухи. В итоге стороны договорились забыть обоюдные претензии и закрепить мирные соглашения. Важность участия нашей страны и так понятна. Если России не было в Сирии, то сегодня там была бы массовая резня, заключает Игорь Короченко. Спасибо за внимание. Ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал Твои Новости. Здесь всегда вас ждут самые горячие и свежие новости мира.